российский чемпионат наконец-то стартовал в отличие от остальных европейских он начинается на почти что месяц раньше и не обновляет электронной карты с информацией фи фи 15 по-прежнему мы видим старую турнирную таблицу и квинси лучше бомбардир но это ничего страшного я думаю вы все в курсе как и что если у вас есть какие-то вопросы ко мне или вы хотите высказать свое мнение то не стесняйтесь пишите в комментариях я буду стараться одним глазом играть вторым глазом читать третьим глазом говорить о четвертом что-нибудь еще приглашаем все товарищ рулер я вас жду так сказать не знаю я бы кажется удовольствием почему-то меня не не работает геймпад сергей что-то произошло что точнее почему-то меня а наверное наверное потому что я с клавиатуры заходил сейчас еще раз попробую извините товарищ рулерс еще раз все работает отлично еще разочек заходите пожалуйста я больше не буду трогать клавиатуру буду пользоваться только православным геймпадом и в общем-то фифу естественно играть нужно только им хотя знаете вот по-прежнему играя иногда в seasons или в ultimate team я прям четко вижу что трактористы попадаются ну где-то каждый третий четвертый и более того играют они будь здоров на своих этих стрелочках я вот например не представляю как это возможно но ребята скилл скилл показывают ювентус вот прям хочется теперь взять барселону конечно же да но это слишком поэтому я возьму одну из своих любимых клубов команд точнее пари сан-жермен поехали ну если ты берешь полосатую то в принципе не без разницы давайте так на составы не будем тратить время я понять не имею какие они там стоят наверное последние последние обновления какой-нибудь от electronic arts в общем-то главное это играть футбол составы это для супер аналитиков так тут уже у нас очередь образуется отлично иванов мы к сожалению не можем давать в студию я бы и рад иметь напарника но он трусливо убежал перед грозой и в общем-то отсутствует в пределах досягаемости поэтому я сегодня один но это не значит что я буду молчать и я никогда особо не концентрируюсь на трансляциях на игре иначе было бы совершенно скучно и неинтересно смотреть я буду умничать сидеть а вы забивайте не голы давайте так поступим меня спрашивают как трансферы и мью да и мью практически чуть ли не главный ньюсмейкер на трансферном рынке в этом окне ну молодцы в конце концов у них и потери есть у них иди мария вроде как уходят в псж у них и фалька ушел обратно в монаку и уже оттуда опять в аренду но на этот раз в челси отправился им нужно пополнять собственно резервы дыхе и тоже непонятно и там тоже какого-то вратаря по моему ромера чуть ли не сватают до вратаря сборной аргентины и например депой отличное приобретение очень перспективный молодой вингер по моему да но он может по моему и в центре сыграть в общем атакующего плана игрок и еще там у них какие-то итальянский защитник какой-то еще кто-то я вот честно вам скажу пока что практически сто процентов моего футбольного внимания на российской лиге так как до старта той же английской время еще есть я пока матчасть сильно не изучал скажу вам честно ну конечно какие-то самые громкие трансферы мимо меня не проходят у меня там игрок лежит футболисты мы вместо этого пинают мяч посильнее друг друга да у меня почему-то не стоит серий вас ты какой-то душес но душес я люблю это наверное на втором месте по любимости моя газировка поэтому будем надеяться она меня не подведет и давид луис у меня тоже в центре обороны что мне не очень нравится потому что я считаю что это исключительно опорник и там ему и место но не буду я жаловаться я сам решил не задращиваться составом и все равно игра у нас пока что равная вроде как особо жопа моя не подгорает пока значит все в порядке вообще даже интересно какие соперники мне сегодня достанутся потому что в онлайне разновидности скажем так несколько всего-навсего до противников и интересные матчи собственно очень редко выдаются поэтому я перестал в общем-то играть практически в онлайн фифы а подсел на пес и несмотря на то что я его так как бы это выразиться по цензурней недолюбливал да в своих ревью я нашел в нем тоже какую-то изюминку и онлайн он везде плох а вот в карьеру мне бы в я сыграть понравилось потому что во первых там есть моды я сразу же поставил себе рпл причем с последними трансферами и с удовольствием за спарта чок топлю за дмитрия ленчева естественно за егор титова и всех прочих вот так что фифа уже в этом наверное году меня и себя для меня изжила я уже очень жду шестнадцатую потому что в ней обещают изменить и поправить все то за что я ее не люблю в этом году ну в общем каждый каждый год такое происходит и на самом деле это здорово то что electronic arts скажем так отошла от практики копировать вставить обновить составы поменять цифру выпустить игру а теперь действительно старается с годом из года в год улучшить свой продукт причем на всех платформах и это здорово это приятно и я очень надеюсь что в следующем году особенно в свете последних сумасшедших на мой взгляд новостей что наконец-то занудного и ну великолепного в своем роде естественно комментатора но под надоевшего и все-таки сделанного на уровне 2010 они 2016 года розанова и соловьева будут два метра российского как российского комментаторского ремесла георгий черданцев и константин генич и это реально круто потому что когда я впервые услышал розанова фифе да я помню эти эмоции прям я первый первый раз до этого я играл там только на пк и там был уткин и он был хоть и тоже естественно первопроходец и поначалу крут казался но все-таки под надоедали вот эти вот его клишейные какие-то фразы да и был не так много и в общем-то поиграв пару месяцев фифу ты уже не мог слушать одни и те же эти фразы я обычно включал английский комментарий который самый качественный естественно из всех представленных и самый разнообразный но вот когда я впервые поиграл на боксе в фифу и нового поколения естественно и услышал там роза не нового поколения в смысле предыдущего да это полопом 10 или 11 мне прям реально казалось что я смотрю телевизионный репортаж потому что на уровень и выше было сделано и соответственно в следующем году это будет еще более высокая ступень я по крайней мере надеюсь потому что говорят что более 30 тысяч фраз записали генич черданцевым ну и в принципе черданцев это человек мем в российском футболе а генич просто хороший комментарий хоть лично я комментатор хоть лично я его не очень большой фанат и поклонник но если кого-то двоих выбирать то да я точно так же выбрал бы их тем более что они уже здорово ух красивый гол но это чит удары фифы еще одна из причин по которой мне надоело не играть похоже там еще и рикошет был они уже здорово работали дуэтом на первом канале на чемпионате мира и великолепное видео бэкстейджевое было в их исполнении где юра ставился на голову стакан а константин пытался как-то его утихомирить ну в общем прям я думаю вы в курсе так что здорово здорово я вот очень рад и это огромный бонус будет мне этой осенью так же как и остальные нововведения геймплейного характера например то что будут игроки наконец-то сами перехватывать мечи не ждать пока вы на них переключитесь а если вы этого не делаете то они просто вот так вот перед собой в полуметре могут пробежать миль меча и даже не попытаться взять его под контроль но это глупо как-то немножечко мне кажется и прочие всякие нововведения типа более слаженные игры в обороне в общем менее деревянные я надеюсь и менее статичные станут игроки потому что как раз в этом показатели пес ушел вперед не могу сказать что там на голову или на корпус или еще как-то но да про evolution soccer 15 не как футбольный симулятор играть нравится больше особенно после того как я вернулся в футбол менеджер и как-то чуть-чуть привык к более осмысленному футболу а не веселому бей-бейди да фифа это здорово это фан для компании для угара для не знаю скиллодрочерство какого-то но по сути к сожалению чем больше я играю в онлайне и чем больше времени проходит в принципе с запуска очередной серии тема собственно лучше игроки со всего мира оттачивают все баги какие есть соответственно вот в этой серии это там быстрые игроки которые отбегают всех вокруг там удары с определенной точки которые вратарь в жизни не берет особенно ближний угол это просто меня прям взрывало мой мою задницу несколько раз поэтому я пока что жду фифу 16 играю в пес и в общем то доволен да и не могу сказать что у меня так много времени сейчас осталось играть в компетитив игры скажем так ну что пока что я немножечко всасываю да но вступительную свою речь я закончил поэтому пришло время сосредоточиться немножечко на игре и постараться отыграться потому что не гоже начинать поражение могу еще на что-нибудь вам ответить типа трансферов и бью пишите в комментарии когда мяч будет выходить за боковую куда-нибудь я буду их читать спрашивают купил купил бы я фифу 16 если бы единственным нововведением были русские комментаторы естественно нет странный вопрос как бы это просто отличный бонус которого я давно ждал еще собственных слухи ходили про пятнадцатую часть но нет за какой смысл мне было бы покупать ту же самую игру в которой я уже усвоил какие и плюсы и минусы и и так далее просто с обновленными составами новыми комментаторами ну кому это даже немножечко не серьезный вопрос кого не на фланге мы почему бы нет и а и так пятьдесят восьмая минута псж отбивается всеми силами впереди ничего не получается поэтому не фартового и убивающего свою карьеру уже третий год порядка по подряд ковани я поменяю на ловесе который в общем то вы знаете вот прям так мне нравится псж по подбору игроков и так обидно что все эти игроки как будто бы приходя в парижский клуб то ли с требования к себе снижают то ли кокоринской болезни начинают болеть но вот как-то кроме победы над челси в лиге чемпионов прошлого образца никаких приятных моментов с пассажир в футболе не связаны и это огорчает несмотря ну да выигрывают они там свой чемпионат красивый гол видаль но не знаю за чемпионатом франции вряд ли кто-то брислин в россии следит кроме специалистов а мне хотелось бы чтобы псж с таким замечательным подбором футболистов еще бы и на европейской арене наконец-то уже начал оправдывать все эти огромные финансовые вливания потому что обидно за ибрагимовича моего любимого футболиста который уже который год ну он уже выиграл более-менее что туда со сборной он и не выиграет никогда это понятно а на клубном уровне по-моему он является обладательными чемпионами потому что если нет то не понимаю почему он до сих пор в пассаже хотя да вот его там все устраивает и все такое он там главная звезда и в общем-то ни в чем мне кажется не отказывает но я бы на его месте все-таки подумал может быть еще стоит годик хотя бы поиграть в футбольчик вот поэтому опять таки решение де марии тоже не слишком мне понятно я не в курсе официально это или нет я вот слышал только ухом об этом нигде еще глазом не видел поэтому не могу ручаться за эту информацию но вроде как вроде как ибрагимович в твиттере его поздравил с переходом в парижский клуб не знаю за баблом он туда пошел но не про как бы манчестер юнайтед с точки зрения команды в не то что сильнее до чем пари сан-жермен может быть на данный момент это клубы приблизительно одного порядка но перспективы совершенно у них разные потому что манчестер юнайтед скажем так не в начале перестройки а уже в ее разгаре уже вангаль сезон провел и более-менее под себя команду немножечко перестроил и во второй части сезона у эмью даже что-то более-менее иногда получалось особенно мне нравился прогресс юных футболистов таких как блин тену за и эрера и прочих ну и руни человек я играю на любой точке футбольного поля только не на своей родной тоже хоть и стареет но требования к себе слава богу не снижает поэтому не знаю вот в лиге чемпионов например игр будут играть оба клуба и пассажей и мю в следующем году и не знаю кто из них дальше пройдет я бы не стал быть категоричным на этот счет и говорить что в мю в очередной раз обкакается я надеюсь что нет я не глор и там не фанат амил просто всегда симпатизировал этому клубу и опять-таки много любимых футболистов оттуда вышло или вошло поэтому я желаю дьяволом исключительно удачи тем временем уже совсем мало времени мне остается чтобы тем временем времени здесь в игре поэтому тавтологии избежать не удается как и не удается мне пробить поворотом хотя бы опасно не то чтобы забить давайте-ка ребята парижане соберитесь еще почему-то я поставил супер атаку так называемую а ибра все равно стоит на месте и открываться ни в какую не хочет ну ничего страшного это первая игра я тем более фифу собственно не играл уже наверное неделю а то и две привык немножко к про эволюшн и игры то совершенно раз разные особенно по поясу своему поэтому немножечко сейчас я вот обратно привыкаю к этому варианту в симуляции футбола я думаю что не совсем уж я плох и хоть какой-то веселый челлендж вам предоставлю сегодня судить меня за мой скилл не стоит я в конце концов не киберспортсмен и не профессиональный футболист фифа как выражается максим иванов всего-навсего поклонник 7 20 заметьте да я перед матчем сказал что чтобы выиграть романтический завтрак нужно выиграть у меня с разницей в 3 поэтому первое первое испытание я с горем пополам еле-еле но выдержал спасибо тебе рулерс приходи еще в следующий раз может быть опять с тобой сыграем но а пока двинемся мы дальше по списку второй в комментариях отметился человек с ником тарман 24 а нет вру он третий а второй георгий панас вот георгий панас готовьтесь сейчас и я буду добавлять вас друзья еще почему-то и странное разрешение и я с трудом попадаю на кнопочки вот он первый списке достойно достойно обновлю пока комментарии комментариев пока новых нет не стесняйтесь пишите мне я очень жду ваших мнений и вопросов господина георгия панаса я в онлайне не вижу поэтому георгий я так полагаю это ваше имя скорее заходите в фифу и в общем-то все остальные кто за ним отписались в комментариях что ну свои ники оставили вы тоже будьте готовы и ждите меня уже пожалуйста в игре чтобы не было вот таких задержек пожалуйста за матч руль лерс а пропустил я вопрос от дмитрия титова кого бы я хотел видеть руля сборной россии по моему я уже говорил я бы хотел единственный человек который я хочу видеть у руля любой команды это валерий карпин у сборной россии тем более потому что альтернатив адекватных нет и то что скорее всего там будет леонид викторович меня совсем не радует чё происходит зашел принять приглашение в игру вместо этого меня оригин отправил покупать фифу и зависла игра нет не зависла но так немножечко глюкнула красиво на полупрозрачность такая а сейчас только меня видно отлично я запущу игру потому что странности происходят но георгий вас я в друзья добавил я вас сейчас сам приглашу да я позвал но я вот не успел при принять его приглашение потому что начали происходить технические сбои скажем так не знаю грозой или это связано или какой другой аномалии так вот у руля сборной россии должен быть валерий карпин ну понятно дело что очень станет кто не позовет более 2 менее адекватный вариант но более адекватный чем слуцкий на мой взгляд и черчесов и потому что ну в общем то очень простое объяснение не знаю какой тренер был в россии капелла вообще он же строгостью своей отличается да и поначалу это работало а спустя какое-то время начал он терять контроль и как мне кажется не исключено что это именно из-за того что по-русски не разговаривал фабио и на простом русском мать и не мог объяснить чего же он хочет от футболистов сборной россии и поэтому они делали вид что видимо что не понимают и продолжали стоять и курить собственно черчесов схож по моему по характеру с капеллом но при этом обладает способностью говорить пару по русскому языку по русскому языку по русски до георгий почему-то опять пропал из онлайн ему что он не добавил мне кажется его добавил вот же непрозрачность подожди друзья да я его добавил значит я должен его пригласить правильно же онлайн френдлис а вот меня просят сыграть за милан поэтому именно за милан я и сыграю а за кого же за кого же сыграть георгия не знаю пусть решит сам так вот карпин или черчесов они могли бы мне кажется навести порядок в сборной и как-то объяснить популярно своим подчиненным что они делают не так а слуцкий человек очень мягкотелый ха-ха-ха и ну не знаю ну вот в интере у него получается но в интере у помимо слуцкого есть гинр и есть еще другие люди там те же аноп к савчинниковым ну то есть там хватает нормальных мужиков которые могут если что не так объяснить в общем да да доходчиво игрокам если они вдруг начнут на сто процентов не отрабатывать а вот у капелла видимо такого человека под рукой не оказалось потому что опять-таки ну там был симак да вроде бы в штабе бродюк то ушел вот кстати бродюк до один из кандидатов еще возможных как говорят и в общем-то как я тоже думаю но бродюк как-то вообще странно себя последнее время уйдет и ведет зачем-то ушел из торпеда выведи его выше дивизион а и сборной тоже куда-то пропал не знаю может быть его просто надоел футбол и решил от него отдохнуть вот а сергей богданович он тоже мне кажется особо не не совсем не тиран вот в такой классной форме сыграть и поэтому его рановато бросать мне кажется на вот этот вот вот в это пекло до который сейчас сборной россии представляет особенно учитывая что осталось четыре до игры до конца отборочного цикла и ну не знаю наверное наверное слуцкий не такой плохой вариант но вот мне кажется что вот есть будет слуцкий или вообще никого не позовут а просто будут собирать сборных без тренера ну как не будет большой разницы а вот если бы пришла туда какая-то личность до сильная типа карпина или черчесова тогда возможно был бы вот тот самый эффект который называют психологической встряской после того как в клубе происходит допустим отставка главного тренера и приходит либо какой-нибудь молодой тренер дубля в ипостаси исполняющего обязанности либо быстренько находят ему замену в любом случае это моральный буст для игроков это как бы новый новый цикл новая жизнь все с чистого листа и там неважно посередине это чемпионаты или между ними и это как-то положительно чаще всего что вы делаете сказывается на игре команды и так как положение сборной россии критическое или критичное не знаю как правильно сказать а вытаскивать из этой задницы в которую дон фабио не собственно наручно а при помощи кокорина и товарищи естественно затянул нужно человеку с сильным характером человеку волевому и слуцкий по моему под этот рисунок не шибко отходит а в сайт вот это мне не очень нравится да все что затягивают с принятием решения судьи в пес вот сразу видно что игрок в офсайде сразу свисток и нервы никто себе не требует ну ладно я может быть еще в рамках письменного и формы какой-то постараюсь объяснить преимущество про эволюшн сокер а то его так по мнению многих несправедливо да и в общем-то по моему мнению уже наверное тоже но не то чтобы несправедливо от своих каких-то слов сказанных ранее я не отказываюсь ни в коем случае просто я теперь еще и плюсы в этой игре нашел для себя да и может быть ими тоже с вами поделюсь вот собственно да диммигрол со мной соглашается что слуцкий еще есть совмещением как так можно ну совмещение как раз это не то из-за чего я беспокоюсь потому что сборную человек тренирует там две недели в году ну месяц в общей сложности да и все остальные 11 он может совершенно спокойно тренировать клуб тут вообще никакой проблемы нет это только может чуть-чуть сказаться на клубе в худшую сторону потому что главный тренер будет какую-то часть сезона отсутствует но так как большинство топ чемпионатов прерываются на игры сборных по идее ну вообще никаких проблем не должно быть потому что все как бы что команда теряет это присутствие главного тренера в на тренировках а тренировки в любом случае чаще всего в основном проводят ассистенты и тренера а главный тренер он скорее скатабаска немножко началась главный тренер он больше роль исключительно наставничеству какую-то исполняет поэтому дело не в совмещении а просто в том что слуцкий на мой взгляд совершенно не подходит в качестве как человек просто как личность для тренерства сборной россии может быть какой-то другой да где играют я хочу сказать где играют профессионалы я не хочу назвать игроков сборной россии какими-то непрофессионалами но вот я слову профессионалы в значении которое придает ему александр вигович бубнов обычно употребляю то есть люди которые никогда не позволяют халтурить или спустя рукава выполнять свою работу за которую они более того получают огромные деньги пусть даже в сборной они не получают зарплату но они получают огромные они получают в клубах такую зарплату что там можно в 10 сборных играть и в принципе ни в чем си не отказывать поэтому тем более премиальные все равно никто не отменял особенно да и вообще как бы когда начинается разговор о бабле в футболе меня это всегда расстраивает потому что ну не ради этого играли наши деды и отцы в общем-то только в последние лет десять вот эта вот мания большого больших денег в футболь началась и футбол превратился в какой-то бизнес мне лично непонятно а так как в нашей стране все превращаемое в бизнес обычно превращается в не очень хорошие вещи скажем так то и футбол та же участие в данный момент постигает и с этим конечно надо что-то делать ну что миланчик тоже пока не особо но он и в чемпионате не показывал абсолютно ужасные результаты поэтому милан я люблю исторические в двухтысячных это вообще была одна из сильнейших команд европы даже не беря в расчет мифическое не мифическую победу в лиге чемпионов или или они проиграли уже тогда я не помню но в общем состав у него просто потрясающий оборона одни легенды полузащита одни легенды да и после там и рональди не появлялся мой любимый бэк он появлялся мой ребенок ну то есть приятные у меня всегда эмоции связаны с миланом форма мне нравится более того красно-черные цвета с белым это ну в принципе в футболе самые мои любимые цвета поэтому милан это здорово очень тоже печально что сейчас переживает такие тяжелые времена жалко мне что у янзаки даже не получилось вытащить из этих времен миланцев но будем надеяться что с приходом новых спонсоров все наладится скажем так хотя опять-таки деньги решают очень мало главное это играть от сердца до играть за клуб они не за зарплату чего современным футболистам по сравнению с футболистами прошлого скажем так поколения до которых я застал в уже в адекватном возрасте которых хорошо помню у них совершенно по-другому мне кажется все было тогда деньги уже конечно потихоньку приходили да и буфона ювентус покупал свое время хотя это было еще до до двухтысячного года за космические там 30 миллионов но все равно это был был один случай в сезон до сейчас каждый клуб тратит по 30 миллионов за трансферное окно по крайней мере там из топовых чемпионатов и это этим уже никого не удивишь как бы я понимаю да что инфляция бывает и все такое но вы же прекрасно понимаете что не настолько должны были вырасти цену футболе что покупать среднего игрока за 15 миллионов фунтов стала нормой ну это мне кажется что жду от фифы 16 кроме баб и новых комментаторов я жду от фифы 16 всего того хотя бы хотя бы всего того чего они обещают в своих роликах вот если они действительно поработали над вратарями если они действительно научили защитников защищаться нападающих нападать и если они действительно поработали над еще там чем-то и плюс конечно же российские новые комментаторы мне этого будет он вполне достаточно чтобы весь год точно так же в очередной раз угорать по этой игре с превеликим удовольствием надеюсь что все будет действительно хорошо так как нам обещают несмотря на то что каких-то революционных заявлений нет нововведений в том числе это не страшно потому что как я уже писал в одной из своих статей фифа уже достигла в принципе той стадии в которой она является огромным качественным потрясающим продуктом и единственное что в общем-то из года в год нужно делать это доводить ее до идеала да не испортить первое и ну максимально улучшить там подкрутить ну вы понимаете о чем речь а каких-то революционных нововведений от фифы не стоит ждать и они не нужны потому что да в отличие от про эволюшн сокера где есть много хорошего но есть и многое чему стоит уделить пристальное внимание профи про пес 16 особо ничего пока не слышно да кроме вот этого небольшого тизера где показали усовершенствованы как я понял графон ну графон меня в фифе или в пес волнует в очередь последнюю а вот в первую очередь хочется чтобы это было похоже на футбол и чтобы в это было интересно и угарно играть ну ну тяжело мне приходится на самом деле пока что ни одного гола я забить не смог ну это естественно потому что я сижу и болтаю в общем то если бы я сидел молча сосредоточившись на наверное играть у меня получалось бы немножечко лучше но вам бы вряд ли было интересно смотреть эту трансляцию а сейчас надеюсь хоть как-то ее смотреть приятно Кейсуки Хонда знаменитый русский японец действительно хороший игрок на удивление что он провел более одного сезона за цска потому что игроки такого уровня мне кажется в РФПЛ если приезжают то только как в качестве трамплина в европейские топ чемпионаты и опять-таки мне кажется что у Хонда есть вот какая-то психологическая проблема внутри потому что потенциал у этого парня огромнейший а вот с переходом в Милан как-то усовершенствовать свою карьеру ему вряд ли можно сказать что получилось а скорее наоборот оставшись в ЦСКА мне кажется он бы лучше прогрессировал и большего бы добился ну понятно дело что в ЦСКА вряд ли в ближайшем будущем там выиграет Лигу чемпионов или что-нибудь в этом роде но и Милан в такой заднице что ЦСКА смотрится на фоне Милана не таким уж и плохим вариантом тем временем Эль Шарави у меня на левом фланге пытается обижать всех я так делать не люблю но вы уж простите в Милане пользоваться нужно тем что есть а есть там просто быстрые крайки а в общем то ничего там к сожалению и не осталось хотя повторюсь потрясающая в свое время была команда и можно перечислять игроков которым я симпатизирую бесконечно выступавшим когда-либо за Милан пожалуй это наверное самая такая крупная плеяда моих любимых игроков прошло в свое время прошла в свое время через Милан но естественно и в других клубах много хороших интересных ребят было и есть и будет потому что это футбол и тут невозможно всех собрать в одну команду если это не показательные какие-нибудь выступления сборной мира да и то на самом деле даже если сборную мира в каких-то коммерческих целях собирают то ну непонятно же кого туда звать ну вряд ли всего 11 человек да сильнее на голову не понимаю почему меня не подает футболист сильнее на голову всех остальных а если еще и ветеранов каких-то да которые еще в порядке типа того же там Зидана Пиро а ну Пиро вообще еще играет ну вы поняли да брать в расчет то вообще можно хоть 30 сборных мира на один турнир привести и это все равно будет приятно смотреть ну и в принципе это тенденция с одной стороны может быть и ну что же ребятушки может быть и не очень здорово сказать что как-то вот стало меньше супер звезд да в мировом футболе а стало просто много хороших футболистов но как бы до топ уровня вот дорастают там единицы типа Месси и Роналда ну и дело просто на мой взгляд не в том что это люди с другой планеты да а остальные делают все что могут и просто они настолько слабы что все равно эти двое ну там может быть еще пару людей выделяются на их фоне просто как какие-то сумасшедшие ребята а дело в том что звезд стало меньше в принципе уровень средний игроков упал поэтому звезды намного ярче выделяются на фоне всех остальных но это не значит что хороших игроков мало просто вот как-то многие начали видимо играть в футбол не ради футбола а ради того чтобы набить себе побольше татуировок и сделать помоднее прическу чтобы оказаться на первых полосах глянцевых журналов и перестали поэтому как-то из-за этого футболисты не знаю выкладываться что ли ну стараться внутренне развиваться а не внешне ну я думаю вы понимаете о чем я говорю и это меня огорчает вот хонда чуть и свои не забил но спасибо кей суки что хоть так в общем то я не хотя скажу не против если проиграю 2-1 и чуть не залетела мне банка ну не могу сказать что как-то прям супер а еще и главой супер тяжело мне но челлендж есть и опять таки я не так хорош как меня пишет шутошно максим поэтому главное чтобы вам было интересно со мной играть и мне с вами играть интересно слава богу не попадаются люди которые играют забросами на каком-нибудь мартинс ну вы понимаете о чем я о я еще и в большинстве теперь буду играть ну что же у милана появляется шанс тогда на последних минутах чтобы чу-чуточку чу-чуточку отыграться Михаил приятно смотреть и слушать трансляции с вами говорите все по делу спасибо Павел Петров пожалуйста приходите еще на PS4 такую же трансляцию планируем да я думаю что в следующий раз мы будем с вами играть именно на платформе PlayStation 4 у нас еще с вами лето целое впереди и поэтому не раз я думаю мы с вами еще встретимся тем более поводов тоже будет предостаточно сейчас у меня остается 8 минут основного времени и я постараюсь все сдох Шарови кстати уже не в Милане этот паренек да вот кстати еще одна команда помимо МЮ которая с ума сошла и накупает десятками игроков в этом трансферном окне это Монако куда собственно Шарови пришел и в общем-то всех благ к этому клубу но как-то непонятно чего они пытаются этим добиться потому что ну взять обновить весь состав и надеяться что просто из-за того что на ваш взгляд игроки пришли сильнее но как бы команду из них построить это еще процентов 70 да от дела то есть купить игроков это не так сложно особенно когда ты супер не супер клуб а клуб с супер баблом каким является Монако поэтому удачи их главному тренеру собирание вот этого кубика Рубика мне пока не понятно что из Монако в следующем сезоне получится но может быть что нибудь и получится в конце концов последнее время несмотря на то что немножечко вот так массово Монако закупает игроков но в Еврокубках чего-то додобивается поэтому возможно и такой подход он не самый плохой если грамотно к селекции подходить может быть все эти 30 человек которые куплены в этом окне действительно великолепные футболисты и все будут играть за ромбик а точнее за какая там форма эмблемы у Монако я не помню щит по-моему но это не так важно в общем за Луи 2 а если они будут играть тогда да тогда у ребят все получится но это еще нужно работать и работать как в общем-то и в большинстве клубов опа как я немножечко подобосрался ну естественно ближний угол никогда в жизни вратарь такой удар не отобьет но я держусь по-прежнему два мяча всего разницы поэтому и Петр Сальников пока что спит спокойно так что-то меня спрашивали еще точно на что принадлежит Милану в этом сезоне ну про Милану мы уже немножко поговорили я не знаю насчет прозябания в середине или нет я вот опять таки еще матчасти европейских турниров сильно не погружался давайте немножечко поговорим об этом попозже да хотя бы когда вы стартуете чемпионат и пару туров пройдет я посмотрю на это все и пойму кто на что может претендовать в сезоне эти два из лучших соперника встречались впервые ну и как о Милане господин Кола Огундволе было дельного сказано ничего по причине озвученной только что поэтому не переживайте спрашивают меня думаю ли я что Забивин делает это думаю ли я что в этом сезоне поборется Спартак за чемпионство или даже не стоит пока на это рассчитывать умом понимаю что рано судить но очень хочется судя по матчу с Краснодаром ну мне каждый год очень хочется причем абсолютно без матчей а просто чтобы Спартак боролся за чемпионство и надо сказать что на удивление оптимизма у меня было больше в прошлом году когда приходил Якин но дело все в том что вот этот вот самый оптимизм был настолько растоптан этим турецким специалистом швейцарским неважно что в этом году загадывать совсем не хочется а хочется просто наслаждаться спартакским футболом который тьфу-тьфу-тьфу Дмитрий Оленчев вернет я надеюсь хоть в какой-нибудь современной интерпретации но все лучше чем забросы и автобусы и так в очереди следующий у нас был человек под ником Тарман24 я попросил меня ждать поэтому надеюсь Тарман вы Андрей Тарасов более того отнеслись серьезно к этой просьбе и мне не придется вас долго ждать онлайн френдлис на один матч у нас время осталось извините друзья если я кого-то с кем-то не успел поиграть вот кто первые три в комментариях успели с тем и с теми и играю но смотрите-ка вот раз это последний матч то будем жестко Тармана нет в онлайне переходим к следующему кандидату Риссон 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 вот он принять Риссон попробуем позвать нет кто появился а Тарман появился отлично но вы больше не заставляйте меня нервничать давайте за русских да давайте за русских Серега просит а то ему скучно сидеть смотреть не пойми на кого давайте вот за уфу я не понимаю что-то записано я не знаю замкар ну нет я бы сыграл например за какого-нибудь Краснодара ну или даже за Спарточок в конце концов да чем черт не шутит кстати мне интересно если есть зрители из Петербурга ваше отношение к Дзюбе в Зените Павел Петров спрашивает играю ли я сейчас в футбол в зале на улице или только виртуальный ну на каком-то полупрофессиональном уровне уже нет времени и здоровья к сожалению больше у меня нету на это да как тут уже другими вещами в жизни я занимаюсь а но на улицу естественно стараюсь периодически выходить в форме хоть в какой-то себя поддерживать и футбол очень я люблю изначально именно уличный а не виртуальный скорее это как ну у некоторых просто есть такое что вот как у Ильев например он любит фифу но трудно его представить да играющим в футбол на улице потому что он и фифу то собственно начал играть буквально пару лет назад уже в зрелом возрасте а я футболом болею можно сказать с пеленок поэтому для меня о ЦСКА Москва давайте Спартак ЦСКА сыграем а для скажем так интереса поэтому очень много в свое время я ну уж извините Спартак я чуть-чуть настроил потому что тут какие-то странные вещи творятся в основном составе я много в свое время отыграл и в мини футбол и в большой футбол и в ЛФЛ это такой средний футбол там 8 плюс 1 по моему в общем опыт у меня выступления много причем и там на чемпионат московской области я играл и в московской какой-то лиге мини футбольной ну то есть на нормальном уровне скажем так не в смысле во дворе там да с кем-то а с дядьками которые причем неплохие деньги даже за это получали я отыграл естественно бесплатно кто мне будет платить но опыт у меня имеется и я конечно по нему периодически скучаю но уже раз уж в свое время не отдали меня в академию Спартака или в какую-либо другую то чего уж теперь слез лить буду заниматься тем чем могу скажем так так а это что интересно время кончилось но ничего страшного так вот по поводу Спартака все возможно вообще судя по первому паре игр судя по первым судя по первым паре игр так нет по первой паре игр да по первой паре производит впечатление хорошая команда наконец-то видно что игроки бегут и играют в футбол они непонятно во что и то что они более того хотят это делать причем хотят это делать красиво зрелищно и в атакующем ключе что естественно не может не радовать ну все специалисты уже десять раз все это рассказали не вижу смысла повторяться главное что Спартак взял курс на Спартак наконец-то да не на абы что вот вам новый тренер пусть он делает из вас чемпионов а действительно позвали людей которые для которых Спартак не пустой звук а более того для которых Спартак это практически вся жизнь да ну если не Оленчева а Титова например брать в расчет и это я думаю или там Родионова да и я думаю что это только на пользу команде и клубу потому что уж не знаю какие там истории закулисные но все что на виду происходит мне исключительно нравится и даже ненавидимый люто мною у меня писи стоит круто ненавидимый мною Ромула показал себя исключительно с лучшей стороны в матче с Краснодаром и оказывается все таки иногда дело бывает и в тренере да раз игроки то все те же ну не считая гениального совершенно гениальной покупки Попова и возвращения Широкова оказывается могут и они играть в футбол так что не стоило скажем так подкладывать как-то подстилать соломку Якину на самом деле дело было видимо в нем хотя я профан тот еще как бы мое личное мнение все хватит не хочу умничать хочу хоть забить гол один поэтому я не то что буду молчать конечно но сейчас постараюсь чуть-чуть хотя бы сконцентрироваться на том что происходит на поле они у меня в голове состав конечно к сожалению у меня дженерический поэтому у меня играет пенца ураль джоал карлосом в основе но это не так страшно как проиграть цска поэтому надо стараться этого не допустить я я не знаю я малька прошла финал конгакава обграв сша и завоевал серебро да я в курсе матча я не смотрел за исключением обзора ямайка как раз ямайка сша приятное впечатление оставила игра ямай ямайчан видно что не особо большим классом они обладают но как раз таки стараются бьются за свою страну ну ямайка это вообще такое место на земле очень специфическое да я думаю вы понимаете о чем я несмотря на это они оказывается и могут собраться и пойти поиграть мяч и это здорово более того очень понравился мне голкипер который смешно клоуничал но в итоге много не напривозил поэтому молодцы что показали клинскому что не обязательно быть крутым футболистом и тренером а можно просто быть ребятами с ямайки и играть в удовольствие что называется потому что по-моему они совершенно на расслабленных щах играли и вообще не пытались как-то даже даже не думали там сильнее сша или слабее сша это сша ясно было что это главный претендент на победу потому что ну в принципе в северной америки кроме сша и мексики футбол никто не играет ну если так по-серьезному раньше какие-то надежды куба подавал но это было еще в советские времена да и все ну там всякие тренинады табаго с кастариками раз в пятьдесят лет стреляют а в целом то я заумночился и пропустил опять год поэтому вот так вот и майка молодцы спасибо за игру пожалуйста нам да ну все да товарищ неглинич напоминает что отношение питерцев к зюбе был на майке с крюшкой майку да я помню но это же не скажем так общественное мнение это мнение большинства но вот мне просто интересно есть ли люди которым в принципе не принципиально прошлое игрока да а главное чтобы он играл в настоящем например вот да первый гол забил и я еще как раз специально обратил внимание на трибуну гостевую где фанаты зенит вот так вот реагировали на волдзюбы но я этого не понял например Роман Широков да воспитанник ЦСКА и где только не играл включая зенит и у меня ни секунды ненависти не было к этому игроку в принципе особенно когда у него были разборки с болельщиками СМИ и всем прочим я просто угорал над этим и говорил что Рома молодец что как и Валерий Георгиевич Карпин не боится говорить правду в лицо и это одно из главных качеств которые должно быть у футболиста на самом деле несмотря на то что что это некоторым футболистам карьеру ломает как Игорь Денисов например но скажем так как только Широков оказался в Спартаке я просто очень сильно этому обрадовался потому что это действительно один из сильнейших российских футболистов даже сейчас несмотря на то что ему за 30 я же наверное чуть-чуть что-то понимаю в футболе и вижу что Рома еще хочет играть и сам он в интервью говорит то что я себя чувствую так же как в 20 и в общем-то рано вы меня списываетесь с счетов тем более первые два матча и матчи на сборах показали что действительно может быть он и пока что чуть-чуть выпадает из общей картины но и в принципе общая картина еще только начинает рисоваться в Спартаке и в общем-то есть и Велин Попов который большую часть диспетчерских обязанностей может взять на себя а Широкову достаточно сделать пару гениальных каких-нибудь передач или просто хотя бы играть роль вот дядьки в Спартаке всегда когда был дядька было хорошо все а то и не один ну дядька это если кто не знает в футболе на сленге означает такой возрастной опытный игрок который используется абсолютным уважением авторитетом и его все слушаются как капитана и тренера в Спартаке такие люди всегда были типа Горлуковича типа не знаю Баранова там ну любые возрастные игроки даже наверное тот же Титов когда заканчивал уже свою карьеру в Спартаке тоже в какой-то степени я думаю дядькой был так вот дядька наконец-то в Спартак вернулся это Роман Широков видно как он небезразличен к клубу в данный момент абсолютно опять-таки за что ему огромный респект потому что несмотря на какое-то любое свое прошлое он полностью отдается что видно было когда он пошел бить морды на последних матчах с минутах матча с Краснодаром хотя у него типа самые теплые отношения из всей РФПЛ с этим с этой командой и там у него вроде как все друзья включая владельцы из клуба но при этом как только начались какие-то терки он был первый кто пошел защищать судью и в общем-то ставить на место краснодарцев и молодец именно таких игроков не хватает в принципе любому клубу которые не просто будут играть в футбол да даже если неплохо я уже не говорю о тех которые номер отбывают но и которые будут молодых футболистов заряжать энергии свои каких-то опыт какой-то свой передавать и так далее так ну все сейчас мне вот минуту тишины извините друзья но если я и сейчас не успею поменять расстановку на каком-то нормальном игроков выпустить нормальных все будет печально георгий мелкадзе есть ну все ну все больше господи выпустить них ужас просто ужас ладно патрик эберт наше все то так 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 роман сыграет левого защитника даже не знаю ну к сожалению в последнем туре спартак играл отвратительным каким-то составом поэтому у меня вообще нету выбора никакого все что я успею это сделать вот так все погнали дмитрий комборов сейчас наведет порядок кстати говоря жану ананидзе мне не совсем понятно почему протирает пока что лавку валенчево на мой взгляд это самый что ни на есть спартаковский игрок и ну почему хурада продали одного из самых спартаковских игроков мне наверное понятно все таки у него уже и возраст и наверное это логично потому что сколько он три уже года в команде ну то есть нет у него уже особо видимо желание какого-то стимула играть за спартак как какие пока еще остались там у промису того вот жану мне кажется ну я не знаю я не вижу тренировочный процесс к сожалению да и может быть он действительно настолько вот заболел какой-то звездной болезнью выиграв там кубок в ростове или еще что-нибудь с ростовом в смысле что вернулся спартак и на тренировках не выкладывается ну я не знаю как бы обычно из каких соображений тренер основной состав выбирает из того в принципе что он знает об игроке но это чаще всего общественное какое-то знание а и из того как игрок себя показывает на тренировках это уже то что видно только одному тренеру и так как мы все прекрасно знаем арсенал качеств которыми обладает жану следовательно что-то все-таки внутри там не в порядке у него потому что вот с тем же краснодаром на левый фланг вышел попов хотя попов медленнее и место его естественно в центре рядом с широком но решил оленчев сыграть в двух опорников выпустил с глушаковым в пару ромула и я плевался весь первый тайм от этого вообще исходил говном и все прочее но слава богу ромула не оправдал моих анти надежд а сыграл здорово надежно и хоть и пасовал он все равно как обычно либо в аут либо чужому но хотя бы в обороне здорово себя проявлял и что-то там типа сделал отборов за матч больше чем вся оборона краснодара вместе взятые поэтому наверное решение оставить попова но убрать его на фланг просто потому что за счет отсутствие того же хураду нужно было выпускать ромула да и слева получалось дыра я ожидал там увидеть джано но или хотя бы во втором тайме почему когда попов устал и его заменил давыдов ну неужели давыдов на данный момент сильнее жено там как бы лимит позволял выйти иностранцу вместо иностранца что логично и я ожидал что жено выйдет хотя бы во втором тайме ну ладно будем надеяться что это временно и что все-таки жено раскроется в спартаке я этого как и все болельщики красно-белых жду уже лет пять потому что вот сейчас новый месси по глупому высказыванию неосмотрительному точнее Леонида Федуна новый месси давыдов а в свое время новым месси называли как раз таки анонидзе и я когда наблюдал за его фееричнейшими голами тому же Базилю там да или в кубке когда он дебютный свой сумасшедший гол забил обведя там пол команды и парашютом перекинув мяч через ватаря я думал что действительно наконец-то у Спартака появился воспитанник мирового уровня и работает система и бла-бла-бла но что-то как-то с тех пор жено буксует и по арендам а приходя я возвращаюсь в Спартак никак не может в нем закрепиться хотя он вроде и у Якина поначалу играл в основе чему я радовался и непонятно почему он сел опять таки да потому что ну в играх вроде к жено особых претензий не было он и выкладывался и сделал какие-то результативные действия но рано или поздно жено сажался и наверное все-таки в тренировочном процессе какие-то претензии к нему есть Ахмед Муса довольно забавный персонаж раз уж он был с мячом про него можно немножечко поговорить не понимаю как ЦСКА собирается выигрывать я уж не говорю про Лигу чемпионов даже если они в итоге попадут в Лигу Европы даже там чтобы выигрывать нужен нападающий коим Ахмед Муса не является как бы меня в обратном не убеждали да Слуцкий научил его помимо бега еще и поворотом иногда попадать но нападающий должен быть в первую очередь вот здесь нападающим а если ты просто легкоатлет которого научили точно бить поворотом этого чтобы вот вот это я понимаю Винца Уральда этого конечно же недостаточно особенно если ты играешь в ЦСКА я понимаю там ФНЛ или там команды уровня там Мордовии там наверное да Муса был бы супер нападающий другого не надо но если ЦСКА собирается в Европе да и в чемпионате России на что-то претендовать я думаю вы и сами прекрасно понимаете что форвард им нужен как воздух и собственно Зе Луиш пришедший вот в Спартак в этом трассовом окне и перезапустивший Максисяна как футболиста вот такого плана игрок очень бы армейцам мне кажется подошел ну и чё это Жоу Карлос да в прошлом сезоне конечно Спартак был просто болью одной такой большой опухолью можно сказать что по составу что и главное да ну можно было говорить что да нет нормальные игроки это тренер виноват но посмотрите вот всех кого я ненавидел в том году да и не только в том году а в принципе в карьере за Спартак за исключением Ромула который видимо все таки способен вернуть вернуть того Ромула который забивал Барселоне до травмы всех выгнали жалко Эберта выгнали он мне все таки нравился он был забавный парень конечно не футболист ни хрена но хотя бы выкладывался и видно было что он заинтересован хотя бы в игре в футбол я не говорю что там за Спартак или за кого-то еще удачи ему в Райо Великану вот но всех остальных которые откровенно они играли в футбол они все отправились в какие-то дальние путешествия и скатерть им дорога я бы на самом деле сделал это еще раньше но почему-то только в прошлом году когда уже Спартак совсем достиг своего дна несмотря на то что обыгрывал и ЦСКА и Зенит или там играл в ничью ну в общем неплохо играл с лидерами потом проигрывал Уфе и было понятно в общем то что как раз таки с ЦСКА люди могут еще а нет мне было абсолютно что с ЦСКА как раз люди за ромбик еще как-то могут что-то показать а вот в матче как раз где нужна мотивация какая-то нужна настрой нужна тренерская рука в них все было очевидно на этом я думаю стоит закончить спасибо всем кто со мной сегодня играл я не видел матч Ахмед за сборную я видел матч Ахмед за сборную он здорово играл на чемпионате мира это еще ни о чем не говорит сборная Нигерии это приблизительно то же самое что сборная Ямайки на мой взгляд спасибо друзья что были сегодня я так вот абсолютно на расслабоне с вами поболтав не позволил той самой квоте озвученной на самом начале быть осуществленной это значит что Петр Сальников будет завтракать со мной я с вами прощаюсь зовут меня Михаил Кольбус это джимбокс фифа 15 до скорых встреч до встречи